Сколько на самом деле стоят материалы для натяжных потолков? Каким специалистам ни в коем случае нельзя доверять? И как желание специалиста заработать чуть больше денег в моменте может привести к опасным последствиям для жизни заказчика? Всем привет! Вы на канале Стройплощадка. Мы занимаемся съемкой строительного контента, а также электромонтажными работами и монтажом натяжных потолков в Москве. И в этом ролике мы расскажем, каким образом обманывают заказчиков недобросовестные специалисты по монтажу натяжных потолков. И как простому человеку не нарываться на таких горе-мастеров? Самым распространенным обманом является продажа заказчику некачественных материалов по цене качественных. На стройплощадке мы уже выкладывали видео, где заказчику сделали натяжной потолок на теневом профиле. Но теневой профиль использовали не алюминиевый, а пластиковый. В итоге получился просто ужасный результат. Теневой профиль, который должен был скрыть кривизну стен, наоборот, повторил ее и еще больше сделал заметной. И самое интересное, что потолочники на этом объекте взяли за этот пластиковый профиль точно такую же стоимость, как за профиль Crab Systems. Поэтому обязательно не поленитесь узнать у производителей работ, какими именно профилями они вам будут делать монтаж. Остерегайтесь профильных систем NoName. Поскольку когда на профиле нет никакого бренда, то разумеется за него никто и не отвечает. Также очень часто недобросовестные мастера берутся за дорогостоящие работы, но при этом они не хотят вкладываться в покупку соответствующего для этих работ инструмента. И это тоже своего рода обман. Особенно, когда речь идет про сложные профильные системы. Потому что, как ни крути, такой потолок не сделать с помощью одной китайской болгарки и перфораторов. Современные профильные системы под собой уже подразумевают какой-то штат обязательного электроинструмента. Мы сейчас не говорим за какие-то бренды, мы просто пройдемся по тому, без чего сейчас обойтись нельзя. Это торцовочная пила, которая нужна нам для запила профилей под сложными углами. Монтажный пистолет, который позволяет нам ускорить нашу работу и работать без пыли. Там, где мы не можем использовать пистолет, мы пользуемся перфоратором. Аккумулятором или сетевым это уже третий момент. Главное, чтобы он был с пылесосом, чтобы не было пыли на объекте. Несмотря на то, что мы все равно укрываем стены и мебель пленкой. Также нам помогают уши МК-76, которые мы используем для точных работ. И, конечно же, никакая стройка не может обойтись без строительного пылесоса. Мы его подключаем как к торцовке, так и для наведения частоты на объекте. Если ребята не инвестировали даже в этот базовый инструмент, то у вас должно быть много вопросов. До чего делаем так точно? Вымеряем прям до 10 градусов. Потому что у нас расстояние от стены до губы профиля большое. И когда мы будем заглядывать в эту нишу, если у нас будет неровный отрез, здесь будет щель. То есть на более мелких профилях не столь важно. Но на таких профилях, тем более откуда будет исходить свет, это все будет показывать, это все будет видно. Поэтому здесь лучше заморочиться и сделать поточнее. К сожалению, в реальном мире потолочники вынуждены допиливать электрику за электриками. Это связано с тем, что во время проектирования обычно дизайнеры не просчитывают такие моменты очень важные, как сечение проводов до светодиодных лент, где будут находиться блоки. Если в отдельном щите, то это тоже супер важно и нужно все просчитать. Но мы не будем углубляться в эти моменты, потому что у нас ролик не про это. Когда потолочники адаптируют электрику под себя, это нормально. Главное, что они должны знать ряд правил и не экономить на материалах. На грубейшая ошибка, когда ребята покупают кабель ШВВП 0 на 75, хотя дай бог там 0,5 было бы вообще. И использование этого кабеля мотивирует тем, что там все равно 12 или 24 вольта, и типа этого кабеля за глаза хватит. На самом деле это вообще не так. Правильно использовать специальный калькулятор, на него ссылочку мы оставим в описании, и по нему смотреть, какое сечение должно быть заложено. Потому что там есть ряд нюансов и моментов, которые нужно обязательно соблюдать. Такие как мощность ленты, удаленность от блока питания. И самое главное, чтобы кабель был с маркировкой NGLS. Также очень важно не экономить на материалах и использовать хорошие, качественные брендовые клеммники. Например, использование клеммников VAGA. Можно использовать других брендов, но главное, чтобы они были брендовые, не нонейм. Потому что они уже ни за что не отвечают. Самый большой обман заказчиков на материалах. Но не на продаже материалов, а на выдаче дешевых материалов, как премиальных. Например, светодиодная лента. Для заказчика светодиодная лента это просто лента. Но для специалиста каждая лента разная. Есть премиум лента, есть дешевый Китай. И вот часто выдают китайскую ленту за премиальную. Смотрите и не повторяйте моих ошибок. С недорогой светодиодной лентой. Мне было интересно, в чем разница. И смотрите в итоге, что получилось. Алиса, включи подсветку. Видите, просто год проходит и появляется вот такая вот херня. Просто диоды начинают выгорать. Соответственно, потихоньку, помаленьку, короче. И все это происходит по всей ленточке. Хорошая премиальная лента, например, Doomlight, которую мы использовали на этом объекте. Она отличается, во-первых, повышенной цветопередачей. Отличный 3M скотч, на котором держится эта лента. Что подразумевает, что мы профиль протираем, но мы дополнительно клеем ленту не промазываем. Она и так за счет этого скотча будет отлично держаться. Также офигенная плата, которая отвечает за теплопередачу. На каждом месте реза есть лужение для пайки. И в принципе лента собрана из качественных материалов, что позволяет ей быть долговечной. А продавать дешевые материалы под видом премиальных страшный грех. А также хорошая качественная светодиодная лента не может обойтись без хорошего качественного блока питания. Который имеет свои защиты от короткого замыкания, перепадов и прочего. Потому что именно блок питания защищает вашу светодиодную ленту. И только в комплексе они могут работать полноценно и долгие годы. Поэтому ни в коем случае не покупайте блоки питания No Name. Потому что за них никто не будет нести никакой ответственности. Поэтому в любом случае выбирайте какие-то крупные бренды. И обязательно спрашивайте у ребят, какие блоки они у вас будут ставить. И конечно же их нельзя устанавливать где попало. Но поэтому у нас есть отдельное видео на Дзене. Ссылочка в описании. Ну и конечно же недобросовестные специалисты могут вам просто не рассказать. Что на сегодняшний день существует очень много видов полотен для натяжного потолка. Существует полотна, которые не поддерживают горение. Которые не выделяют вредных запахов. Полотна, которые не уступают по экологичности тому же гипсокартону. И самое главное, они должны им соответствовать не только на бумаге, но и в реальности. И поскольку для большинства заказчиков полотно это всего лишь полотно, им частенько продают самый ширпотреб по завышенной цене. И это уже очень серьезно. Поскольку дешевые полотна могут не просто дешево выглядеть или выделять вредные запахи. Они могут быть пожароопасны. Например, на этом санузле мы тянем немецкое полотно в Эрзейдак. И она сертифицирована не только для жилых домов, но и для таких помещений, как детские сады и больницы. И естественно, у нее немаленькая закупочная цена. Закончили делать натяжной потолок в санузле. Он у нас из ткани. По ТЗ заказчика мы должны были здесь делать мягкий ненавязчивый свет. Из основных источников света это у нас парящий профиль со светодиодной лентой. Из дополнительных источников света в дальнейшем здесь появится зеркало с подсветкой. Из интересных решений у нас здесь реализована вытяжка с помощью щелевого диффузора. Посмотрите, как классно она смотрится вместе с натяжным тканевым потолком. Прежде чем сделать натяжной потолок, наш специалист сделал проект натяжного потолка в скетчапе. И мы для вас сняли видео, как мы в принципе работаем со скетчапом. Оно уже есть на нашем бусте. Ссылка, конечно же, в описании. В общем, мы желаем вам сотрудничать со специалистами, которые живут не только сегодняшним днем, а работают на свою репутацию. И кстати, с недавних пор компания Краб Системс размещает на своем сайте список компаний, которые прошли их сертификацию. Тема совсем новая. И не гипс, встал на нее в очередь. Спасибо, что нас смотрите. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok